Добрый вечер. Недельная глава Валава Икра. Мы начали новый хумыш. Большинство этого хумыша посвящено жертвоприношениям. И, к сожалению, мы очень всего этого далеки. Уже почти 2000 лет, как у нас не было храма и возможности приносить жертвоприношения. Но мы будем сегодня говорить про Песах, праздник Песах, который, на самом деле, напрямую будет связан с жертвоприношением, пасхальное жертвоприношение пасхального ягненка. Посредине мы пару слов посвятим этому ягненку. И основная тема, конечно, будет Песах, приготовление. Я постараюсь шаг за шагом, ну, не знаю, поминутно, но пройти все, что нам предстоит. Возврат Ашем даст Бог. Всегда, мы сами знаем, что зависит все от приготовления. Наши праотцы, когда они вышли из Египта, написано очень интересно, что еще Аврааму, Всевышний пообещал Аврааму, что своих потомков будут угнетать, но они потом выйдут из этой страны с большим достоянием. То есть они в рахуш году. Написано, что евреи, они разбогатели. И потом они получили Тору. То есть человек, то же самое, каждый из нас может после Песаха, понимаете, очень часто печально, что после Песаха, воспоминания о Песаха, это просто сколько кто калорий набрал, только сколько, кто сколько денег потратил. Так Песа на самом деле, это глубже. Мы каждый от Песаха можем получить. Мы должны зарядить наши батарейки, как говорится, веры в Бога, иммуна, веры в Всевышний, вера в все, на чем весь наш иудаизм, собственно говоря, построен. То есть все эти шаги, которые мы сейчас будем с вами обсуждать и рассматривать, это просто помощь, это наш Всевышний и наши мудрецы помогли нам, чтобы шаг за шагом нам просто помочь, что нам надо делать. Значит, начнем мы с четверга. Начнем мы с четверга в этом году. Песах начинается в субботу вечером. Но события, опять-таки, события уже начались в хорошем еврейском доме, события уже несколько месяцев как начались. Все шкрябают. Кто-то, кстати, кого-то слышно, ну посмотрим. Кто все шкрябают и чистят. Но основные события, вот именно финишная прямая, это начинается в четверг. В четверг это пост первенцев. Обычно первенцы постятся за день до Песаха, в преддверии Песаха. В этом году преддверие Песаха это в субботу. В субботу мы почти никогда не постимся. Раз мы уже передвигаем пост, со мной мы его передвигаем. Так мы уже не передвигаем его на пятницу, потому что пятницу мы не хотим поститься. Это тоже в преддверии субботы. Мы пост передвигаем на четверг. То есть пост первенцев в четверг. Опять-таки, обычно вообще во всех общинах общей принято было в последнее время, что первенцы, это, если так можно сказать, смахлевать, но это официально. То есть так принято было, что люди шли в синагогу, и там в синагоге кто-то заканчивал трактат Талмуда. И учитывая, что это большая радость, для такого поста этого достаточно, что первенцы участвовали в этом сиюме, в этом праздновании, и таким образом первенцы могли кушать и не поститься. Теперь в этом году, может быть, в связи с короной немножко это более проблематично, на самом деле, многие говорят, что можно послушать по телефону этот сиюм. Если у кого-то, опять-таки, если кто-то есть необходимость, я не знаю, кто меня, какие у меня первенцы слушают, то вы мне можете перезвонить, и можно это организовать по телефону. Мы можем отдельно организовать, я просто не знаю, кто первенец, кто нет. Но те, кто, да, первенцы надо иметь в виду, что в четверг запланирован этот пост, то есть, если человек, особенно человек, который не совсем молодой, так поститься, есть очень большие основания, что если человеку тяжело поститься, у него нет возможности ничего не послушать, нигде не поучаствовать, так поститься не надо. Учитывая, что этот пост, вообще это пост только обычай, а не такой суровый пост, строгий, и он еще и передвинут, поэтому если человеку тяжело поститься, у него нет возможности ничего другого делать, просто не поститесь, и это все в порядке. Так это был четверг. Теперь, четверг вечером мы ищем хамец. Вот эта процедура со свечкой, которая обычно это последняя вечера до Пейсаха. Опять-таки, в пятницу вечером мы же не можем, это уже суббота. Поэтому в этом году все сдвинуто, все получается сдвинуто на один день. Четверг вечером мы, это называется, поиски хамеца. Я каждый год одно и то же рассказываю, я еще в этом году опять повторю, как происходят поиски хамеца. Они происходят точно так же, как в каждом году. Этот этап происходит точно так же, как в каждом году. Четверг вечером, когда уже стемнело, то есть, когда по времени. Некоторые имеют обычай сначала помолить самарев. Если да, тогда, но это необязательно. Если у вас такое обычай, сначала молить самарев, это просто для удобства может быть. И чем раньше, тем лучше. Более того, даже есть запрет. Перед тем, как вы проверили, нельзя даже кушать, нельзя чем заниматься. Опять-таки, поиски хамеца, на самом деле, если там просто вы убираете, все еще убираете, так это как бы ваше приготовление к поискам хамеца. Поэтому это в порядке вещей. Кушать, на самом деле, если кто-то очень голодный, можно что-то перекусить, просто что-то съесть, какое-то яблоко, какой-то фрукт съесть, можно. Нельзя просто садиться ужинать. Пока вы не проверили хамец, ужинать четверг вечером нельзя. Происходят поиски хамеца со свечкой. На самом деле, две интересные вещи. Во-первых, нигде не написано, что надо выключать свет. Хоть и на самом деле этого не написано, потому что в те времена не было электричества, но почти все раввины говорят, что если вам легче искать с включенным светом, так и делайте. Потому что, конечно, самое главное, это чтобы вы нашли и проверили. Поэтому, если вы привыкли, каждый год вы выключаете свет, со свечкой так удобно, пожалуйста. Но нигде не написано, что вы обязаны свет выключить. И главное, чтобы вы хорошо проверили, чтобы действительно все нашли. Во-вторых, очень многие в наше время говорят, что мы не привыкли пользоваться свечкой, особенно когда дорогой ковер, дорогая мебель. Если еще возле кровати, боимся, что, не дай бог, постельная зажжется. Поэтому можно пользоваться фонариком. У некоторых есть задача начать со свечкой, символически, и потом продолжить с фонариком. Если у вас нет свечки, или вы боитесь свечкой пользоваться без проблем, простой обычный фонарик. Опять-таки, цель это найти или вас что-то, может, вы не усмотрели. У многих, опять-таки, в былые времена, лета к 100-200 назад, у них была одна маленькая комнатушка. Просто там нечего было смотреть. Просто свечка прошелся за 15 минут. Что там смотреть? Наше время, баруха-шем. Есть где искать, где посмотреть. Но, с другой стороны, большинство семей уже за последние несколько идей мы уже все прибрали. То есть, идея в наше время, я где-то видел, написано, и мне очень понравилась эта идея. В наше время основная идея вот этих поисков хомоц, не столько, сколько мы ищем хомоц, потому что большинство семей к этому моменту уже не у хомоца нету потерянного. Уже все проверено. Но надо просто очередной раз, еще раз пройтись по дому, сколько там у вас комнат, баруха-шем, кинай-нору, просто пройтись по всему дому, проверить. А вдруг мы вот этот ящик, может, забыли проверить, может быть, здесь. Кроме того, что мы, конечно, ищем, надо проверить, там, может, где-то закатилось что-то. Но основная причина, основная идея этого поиска, это просто проверить. Ничего ли вы не забыли. Напоминаю, я в прошлой неделе говорил, если у вас есть автомобиль, машина, это входит в обязанности, вы должны ее проверить, что они в лохомоца. Карманы тех, опять-таки, если вы никогда в карманы ничего не кладете, нет, но карманы одежды надо проверить, надо проверить всякие сумки. То есть есть вещи, которые просто забывают люди. Я сейчас упомяну, надо, если у вас пылесос, тоже надо иметь в виду пылесос, надо освободить, потому что если вы весь, уже две недели пользуетесь этим пылесосом, значит, все эти крошки, которые он засосал, значит, пылесос полон, по идее, хомоца. Поэтому надо иметь в виду, опять-таки, вы, может быть, не хотите сейчас это делать, вы, может, немножко попозже этот пылесос должны очистить, но надо иметь в виду, это одно из мест, где надо очистить пылесос или поменять мешок, если у вас пылесос мешком, или просто его освободить. Это одно из вещей, которые могут просто люди забыть. Хомоц, который вы выбрасываете, опять-таки, если вы живете, смотря где вы живете, если в городах, в жилых домах, конечно, мусор вам не принадлежит, вы выбросили. Если вы живете в сельской местности, как город Лейквуд, у нас, у нас тут в Лейквуде, в сельской местности, эти самые вот эти здоровые мусорные ящики, у каждого дома есть маленький, ну, большой вот этот garbage bin, так на самом деле он не принадлежит нам. Опять-таки, в каждом городе по-другому, но я подозревал в других маленьких городках тоже. Вот эти маленькие городки, когда, и большие городки, когда у человека, который он выносит на улицу, туда он хвостит мусор, на самом деле это принадлежит не ему. Поэтому, на самом деле, если вы хотите, вы можете это поставить на дороге, чтобы это забрали, это не считается вашим. На самом деле, мудрецы сказали, что просто так, если у вас есть хомис, вы не имеете права просто так, знаете, оставить его и сказать, «О, это не мое». Почему? Потому что мудрецы боялись. Две причины. Просто так, если у вас, например, бутылка водки. К примеру, у человека бутылка водки, ему ление выливать туда-сюда, он просто поставил сбоку, скажет, что это не моя, я от нее отказываюсь, это не хочу, не хочу. Это две причины. Во-первых, мы не верим, что он чистосердечно это делает, потому что все-таки бутылка водки – это бутылка водки. Во-вторых, мы боимся, что если у него эта бутылка водки останется, на пейсах, он ее выпьет, не дай бог. Поэтому, если сказали, что, пожалуйста, нечего выдумывать, от хомоца надо полностью избавиться. Но, если вы выбрасываете вещь в мусорник, даже если вы скажете, что этот мусорник принадлежит вам, в чем можно поспорить, но тут вы и кушать вы это не будете, и серьезно вы относитесь. Поэтому, если вы можете, опять, если у людей эти мусорные ящики лежат, и вы выбросили в мусор, можете, на самом деле, не переживать, вы как бы от него избавились. Если же вы живете в жилом доме, так тем более, там все выбрасывается, мы к этой теме еще вернемся, потому что в субботу мы будем повторно это все делать, поэтому подождите, если у вас есть какие-то вопросы, мы сейчас к этому еще вернемся через несколько минут, что в субботу делать. Но пока что, опять-таки, в четверг вечером мы со свечкой прошли со всему дому, проверили, не забыли мы где-то, может быть, пропылесосить, не забыли мы где-то что-то проверить. После того, как мы со свечкой, там броху надо сказать, перед тем, как эти поиски хомоци начинаются, посмотрите, в Сидурии специальная броха, и желательно в процессе этих поисков не разговаривать. То есть после того, как вы зажгли свечку, в процессе этих поисков не разговаривают, если там телефон позвонил, туда-сюда постараться не разговаривать, потому что вы посредине митцвы. Конечно, объясню, что это очень важно, но в целом желательно не разговаривать. После того, как вы закончили эти поиски хомоци, у вас будет 100% хомоци. Даже в обычный год у нас есть хомоци, мы еще завтра утром можем кушать, в этом году особенно, вы должны оставить хомоци, вы должны оставить хлеб, кушать в субботу. Тот хлеб, который вы оставляете, тот из хомоци, который вы оставляете, надо его аккуратно положить в отдельное место. Остальное, все, что вы там нашли, вот эти символические 10 кусочков, которые вы каждый год разбрасываете, надо их собрать. Пожалуйста, не забудьте записать, где вы их спрятали, потому что вы все можете поделиться с разными интересными историями, когда положили 10, нашли 9, или положили 10, нашли 11 и так далее. Но тот хомоци, который вы собираетесь кушать в субботу, его надо отдельно сложить, чтобы он не перепутал, чтобы вы его не забыли. Все остальное мы теперь аннулируем. Теперь происходит первый процесс вот этого аннулирования. Там тоже все дуры написано. Мы официально объявляем, что мы его не хотим. Он для нас как прах земной, и мы от него отказываемся. Весь хомоц, который я не нашел, тот хомоц, который я нашел, вот он передо мной, я его, даст Бог, буду завтра кушать. Но любой хомоц, который я не нашел, мы его аннулируем. Это конец четверга вечера. Четверг вечера. Теперь пятница. Пятница. На самом деле, в пятницу вообще ничего не надо делать. Уже пятница, это не эра в Песах. Поэтому, кстати, если вы помните с прошлых лет, день до Песаха имеет очень много запретов. Там после полудня. После полудня, день до Песаха, некоторые вещи нельзя делать. В этом году никаких запретов нету. Потому что это не день перед Песахом. И в молитве ничего не изменяется. То есть обычно там день перед Песаха изменения. В молитве здесь очень просто. Пятница это обычный день. Ничего не изменяется. Никаких запретов. Можно стричься, можно все делать весь день. Теперь. Принято сжечь хомоц. Несмотря на то, что на самом деле мы еще... Интересно получается. Мы же на самом деле еще кушать будем. Мы же еще в субботу будем кушать. Но принято, чтобы не путаться, чтобы каждый год... Каждый год мы сжигаем хомоц. В этом году мы тоже будем сжигать хомоц. Поэтому в пятницу то же самое время, как в обычный год. То есть получается, это примерно... Опять-таки в Лейку где-то около 11 часов. Вы должны посмотреть в каждом городе. Я подозреваю, что в Нью-Йорке примерно то же самое. В других часовых поясах, я не знаю, кто меня слушает, там легко о чем проверить. Около 11 происходит вот это символическое сжигание хомоца. Там на самом деле никаких брок, ничего не надо говорить, ничего мы не аннулируем. Это просто символически точно так же, как каждый год. Мы сжигаем хомоц. Чтобы не забыть, в этом году мы тоже символически сжигаем хомоц в пятницу около 11. Если у вас нет возможности никакого пожара сделать, ничего сжечь, окей, вы можете там немножко символически... Не даст, но на самом деле вы ничего не обязаны делать. Это просто символически. Поэтому если у вас есть возможность, лучше, конечно, что-то сжечь, то те остатки хомоца, которые вы еще... Вот те, например, 10 кусочков, эти 10 кусочков принято сжечь, это происходит в пятницу утром. И теперь в пятницу с точки зрения Аллахи практически на самом деле все закончилось. Но теперь практически в пятницу надо очень много чего приготовить. В пятницу вы, потому что не сможете ничего на пояса готовить, потому что обычно все эти приготовления пасхального сейдера у вас там суббота, поэтому надо натереть хрен. Если вы кушаете хрен во время пасхального сейдера, значит, натереть его, соответственно, надо в пятницу, поджарить, поджарить пулочку и сварить яйцо для пасхального сейдера. Вот это кайры, мы сейчас о ней будем рассматривать, это красивое блюдо. Там же должно быть вареное яйцо, и там вот и должна быть жареная, или никто делает вареную, кусок курицы. Кстати, насчет вареного яйца, его нельзя чистить с корлопу, с него, потому что есть такой запрет, если, кстати, очень многие его не знают, но это стоит его знать, нельзя кушать яйца, лук и чеснок, если их почистили, так, если они потом переночевали таким образом, их потом надо выбросить. Там, опять-таки, это гемора, даже в жухонорах это не приводится, там какая-то нечистота, духовная нечистота, опять-таки, в наше время, по идее, его знай, разные загадочные заболевания, которые, чтобы никого не надо было, мы не знаем, откуда они берутся. Если гемора говорит, это вредно кушать, давайте это не кушать. Поэтому яйцо, даже вареное яйцо, его нельзя на ночь оставлять, после того, как оно почищено, поэтому это яйцо для седра нечистее, просто вот таким, как оно есть, положите его в холодильник. Значит, все остальные вещи, то, что надо на седре приготовить, соответственно, надо приготовить. Харойсес, харойсес, это смеш, это жижа, это яблоки с вином, с корицей, это желательно приготовить до шаббаса. Вы можете потом чуть-чуть добавить в вина, просто добавить флейву, но и легче, это все заранее приготовить. Некоторые даже рекомендуют полностью накрыть пасхальный стол и кушать все на другом столе. Окей, понимаете, это если у вас есть отдельная комната, замечательно, но, как я понимаю, не все могут себе такое позволить. То есть, в пятницу, опять-таки, в пятницу, с точки зрения Аллахи, с точки зрения законов, практически ничего нет. Единственное, что мы сжигаем, символически мы сжигаем вот этот хомыц, то же самое время, как в обычных пейсах. Но продолжать можно его кушать, никаких запретов нету. Вы можете продолжать кушать хомыц, то есть, вы можете себе сделать простой хомыцный ланч, это без проблем. Опять-таки аккуратно, конечно, с крошками. Теперь начинается, баруха ша начинается в субботу, суббота перед пейсахом. И тут начинается дилемма. С одной стороны, в субботу мы обязаны кушать хлеб. Хлеб – это хомыц. Мы обязаны кушать, на самом деле, мы обязаны кушать три трапезы, и они должны быть именно с хлебом. С другой стороны, после 10-30 дня, в субботу днем, есть запрет кушать хомыц. На самом деле, на каком-то этапе он становится по торе, на каком-то этапе мудреце запретили. Роль не играет на данный момент. И, само собой разумеется, когда мы кушаем хлеб, там крошки боимся, что же теперь делать, как постараться, чтобы все были здоровы, чтобы волки сыты и овцы целы. Значит, в идеале, когда мы кушаем, во-первых, что такое хлеб? Пита, например, есть разные виды хлебов. Если у вас есть возможность какие-то маленькие совсем булочки купить, желательно, чтобы просто, чтобы они не крошились. Пита, не пицца, а пита. Пита, она не крошится. Пита – это хлеб. Пита, даже на некоторых там написано мизойност, но можете не верить. Это хлеб. Если вам удобнее, пита – это хлеб, поэтому оно не крошится. Это хорошая идея. И рекомендуется покушать этот хлеб не там, где вы кушаете свою обычную субботнюю трапезу. То есть, надо приготовить, желательно, это просто рекомендуется, приготовить полностью пейсаховый шабос. Потому что, по-любому, что же вы будете, если вы свалите чон-то обычный, что же потом с этим с ним потом будет делать. То есть, готовит, хозяйка готовит простой пейсаховый шабос. Все как на пейсах. Единственное, что вам надо съесть вот этот кусок хлеба и желательно его просто кушать в другом помещении, в другом местности. Но не так-то все просто теперь. Потому что есть еще другой закон. Есть закон, что когда вы делаете кедуш, кедуш, трапеза и субботние свечи должны быть в одном и том же месте. Вы обязаны делать кедуш там же, где трапеза ваша, а трапеза должна быть там, где зажжены субботние свечи. Поэтому, конечно, было бы здорово взять это самое, пойти на улицу, съесть кусок этого хлеба, вернуться и кушать нормально дома. Но такой номер не пройдет, потому что вам надо кедуш делать там, где вы кушаете хлеб и должны быть субботние свечи. Поэтому, если, опять-таки, если есть, например, веранда, если есть, конечно, другой какой-то уголок, хотя бы какой-то другой уголок комнаты, из которого виден, видны свечи, из которого виден стол, где вы собираетесь кушать вашу шабостную трапезу, так это все замечательно. Если вы видите это место, где вы накрыли вот этот субботний стол ваш, отойдите в сторону, не на ковре желательно, чтобы там был такой пол, чтобы можно было подмести, вы там сбоку, если вы сделаете кедуш, вы можете кедуш делать вместе там, где вы кушаете субботнюю трапезу, потом после кедуша, подойдите где-то или в другую комнату, в сторонку где-то, быстренько скушайте ваш кусок хомоца, если, опять-таки, чтобы было видно, в том месте, где вы делали кедуш, вы съели ваш кусок хомоца, теперь в идеале надо кусок хомоца, вот этот кусок халы, съесть величиной с маленькое куриное яйцо, вот это стандартно, примерно такой кусок халы, желательно съесть, хотя бы половину его-то точно надо съесть, окей, ради Всевышнего, что не сделаешь ради Всевышнего? То есть вы должны это съесть, обычно лохомишно, два хлеба, как обычно, просто поменьше, конечно, интересно, приводится, все же пытаются как по минимуму, чтобы поменьше, поменьше хомоца было, а тут вам наговорят, что надо два хлеба, лохомишно, мы же всегда берем две халы, добиться за две халы, так приводится, что можно, взять один хлеб, который вы собраетесь таки кушать, а вторым пользоваться мацой, положите, конечно, и в кулечек, чтобы никого не было инфаркта, никого не было, халат с мацой, вы что, так вы можете, несмотря на то, что мацу мы уже не кушаем, потому что если мацу было, вообще было бы здорово, просто скушать мацу, и было бы здорово, мацу мы не кушаем, потому что мы хотим мацу кушать с аппетитом, вы можете, если вам, ну, если вам так легче, взять один хлеб, тот, Это маленький хлеб, хлебушек, а для лакомишны, для второго хлеба вы можете взять мацу, положите просто в кулечек, и это будет ваш второй кусок хлеба, если вы хотите. После того, как вы съели ваш кусок хлеба, вашу халу, полностью ее съели, отрясли крошечки, подмели, сбросили в унитаз, продолжаем кушать простую субботнюю трапезу. Это было в пятницу вечером все. Это конец Friday night. Еще раз, желательно просто в субботнюю трапезу было, чтобы полностью поисоховое. Все происходит в порядке просто, когда вы кушаете сам хлеб, и он где-то в сторонке, чтобы крошки, не дай бог, не попали куда-то. Но эта сторонка должна быть досягаема от места, где вы кушаете трапезу. Опять-таки, если у кого-то есть порч, как называется, веранда сбоку, и окно открыто, это в идеале, конечно. Если вы, опять-таки, живете в сельской местности, как Лейквуд, и люди имеют дом, от которого отходит этот навес и так далее, тогда это было бы лучше всего, потому что там птички склюют эти крошки, и вообще это замечательно. Но надо иметь в виду, чтобы видно было место, где вы кушаете трапезу, и где вы делаете кинуш. Это было пятницу вечером. Теперь суббота днем. Суббота днем мы должны в рекордное время закончить хометс кушать, потому что, опять-таки, в Лейквуде конец времени, когда кушают хометс, 10.30, по-моему, 10.33, точно себе минуты. В Нью-Йорке, как я понимаю, плюс-минус минуты, другие города, посмотрите сами. И тут начинается новая дилемма, потому что вы же должны две трапезы днем кушать. Мы же одну трапезу кушаем вечером, две трапезы днем. Теперь, опять-таки, есть очень много разных мнений, что надо делать, как надо делать. Я просто расскажу более практически, и вы каждый аджаз, каждый ведете свои личные редактивы, где вы находитесь, какой у вас аппетит. Почти во всех синагогах очень рано молится Шахарис в эту субботу, в 7 утра, в 6.30. И там просто слишком рано вы не можете, потому что солнце, время уже поменяли, поэтому солнце восходит. Солнце из-за пресоха никаких изменений не сделало. Поэтому в субботу пораньше, если вы не уходите в синагогу, тем более, но если вы уходите в синагогу, пораньше помолиться Шахарис. Сразу после Шахариса мы начинаем первую субботнюю трапезу по той же самой схеме, как я вам рассказывал в пятницу вечером. То есть мы делаем кедуш, дневной вот этот кедуш, мы делаем хлеб, опять-таки, подальше от всего этого пресохового. Потом мы кушаем, теперь, потом мы на субботнюю трапезу принято просто съесть кусок рыбы, побенчать. То есть первую трапезу мы делаем по системе бекицер. То есть хлеб, съели там кусок рыбы, немножко салата, вверхат амазон. Потом мы делаем перерыв на 15-20 минут. Мы делаем перерыв на 15-20 минут. Если у вас есть возможность и силы прийти погулять немножко, еще лучше, чтобы, ну, потому что должен быть серьезный перерыв, чтобы неэффективный от таких. Как минимум 15 минут, лучше немножко больше. Делаем перерыв. И потом мы еще раз моем хлеб, моем руки на хлеб. Это наша третья трапеза. И, по идее, вы должны успеть. То есть если Шахарис, например, синагога, которая молится в Шахарис, в 7, заканчивается молитва в 9, даже чуть позже, так у вас вы должны все на это успеть. Значит, третья трапеза, допустим, вы начали эту третью трапезу в 10, даже 10, вы просто кушаете хлеб. И вам надо просто закончить кушать хлеб в 10-30. Посмотрите по времени, на самом деле, ну, всегда лучше на пару минут раньше. Вы заканчиваете кушать хлеб. Не переживайте, мы к чем-то сейчас вернемся. То есть чем-то, он присоховый чем-то, вы можете его потом кушать. В 10-30, лучше 10-25, знаете, вы полностью заканчиваете кушать хлеб. Надо идти прополоснуть рот. Некоторые даже чистят зубы. Теперь чистить зубы в субботу на самом деле. Если вы возьмете простую щетку, без воды и без зубной пасты, это можно просто без проблем. Поэтому, если у вас там хомет застрял, надо желательно почистить. Если у вас есть масло, это потому что надо таки избавиться от всего хометса. Приводится, что 24 часа до Песоха нежелательно кушать какой-то горячий хометс. То есть, если вы хотите побаловаться коржиками с горячим чаем, то, пожалуйста, 24 часа до Песоха надо прекратить, потому что, мы знаем, что любая еда в день продолжает быть впитана. Поэтому зубы, особенно если у людей неприродные зубы, а вставные зубы, это еще хуже. Поэтому день до Песоха, получается, начиная вот эту всю субботу, пожалуйста, не кушайте горячих хометс, не кушайте коржики с горячим чаем. После еще раз, значит, мы третью трапезу, мы просто хлеб, который мы покушали, вы теперь прожевали, проглотили, промыли рот, прополоснули рот. Если вы можете почистить зубы без пасты, без воды, желательно. И мы берем теперь все наши крошки, которые там где-то накопились, вы идете мирно в туалет и сбрасываете их в унитаз, и сливаете или в раковину, только не засорите эту самую канализацию. И таким образом мы теперь избавились от хометса. Интересно, что некоторые приводят, что это желательно, чтобы у вас что-то было, от чего избавиться. То есть, по идее, я бы сказал, чем меньше, тем лучше. Если у вас, наоборот, желательно, чтобы у вас там что-то было, потому что принято такие же избавляться от хометса. Опять-таки, мы хоть и в пятницу сожгли хометс, но это было символически. Теперь по-настоящему от хометса избавляемся, получается, в субботу утром. Так даже, наоборот, даже некоторые говорят, оставить кусочек чуть-чуть, даже не хлеба, раскрошить, можно крошить. Нельзя крошить вещи в субботу, здесь можно, потому что хлеб, он уже из муки сделан, то есть, он был раскрошен в свое время. Поэтому можно крошить, взять, раскрошить и слить. Если вы живете в жилом доме, вы можете выкинуть мусор. Если вы живете в ликвиде, вы на самом деле можете выбросить это в мусор. Если там что-то по ошибке осталось, что-то большое, что нельзя покрошить и смыть. Надо иметь в виду, что если вы продаете хометс, так иногда бывает, знаете, человек продает хометс, а потом, ой, нашли что-то, давайте кинем гоя. Покажут, что поясок не начался. Давайте кинем гоя. Так тот хометс, который вы продаете, очень многие раввины продажа на самом деле происходит до шаббаса. Очень многие раввины, хометс, он продан на самом деле уже в пятницу. Поэтому если вы нашли после всех этих вас, вот вы заканчиваете, а потом, о, мы же собирали с собой бутылку пива, нашли бутылку пива, а вам сейчас не до пива, так вы не можете ее кинуть гоям в там, где вот это место, которое вы продали. Придется вам ее вылить в унитаз. Потому что продажа уже, скорее всего, состоялась в пятницу. Поэтому надо избавиться. Опять-таки, или в унитаз, или, в крайнем случае, вот это в мусорный ящик. Опять-таки, с мусорным ящиком это более проблематично. Желательно все-таки просто выбросить, слить. Теперь вы избавились от хометса. После того, как вы избавились от хометса, вы возвращаетесь, можете закончить всю эту трапину. На самом деле, там есть час времени, если вы посмотрите везде во всех календарях, написано два времени. Там одно времени написано, конец времени, когда можно кушать хометс. Потом есть еще один час, даже немножко больше. Время, когда можно иметь хометс. То есть после того, как вы прополоснули рот, на самом деле, хометс еще можно иметь. То есть потом, пусть потом идете, идете, крошите. Это неспешно, у вас там есть час времени. И потом, если вы хотите, вы благополучно можете закончить свою третью трапезу, ваш чел, салатики. Это уже все, вы уже от хометса вы уже избавились. Вы теперь можете закончить эту третью трапезу. Теперь надо просто еще добавить, что все, что я вам рассказал, это только одно мнение. Потому что основное мнение, все, что я вам рассказал, это в идеале, на самом деле. Все, что я вам рассказал, это делить трапезу. Рано утром помолиться, разделить трапезу на две части и так далее. Основное, как говорится, mainstream, мнение, если вы посмотрите в книжках, это на самом деле ничего не делить. Вы утром просыпаетесь, одну трапезу съели, а вторую трапезу, все, уже таки поздно, хометс вы кушать не будете, кушать что-то другое. Автану, шаббас автану, шаббас днем. Просто пойти, сесть и покушать, или кусок рыбы съесть, или там мясо даже кусок съесть приводится. Просто третью трапезу сделать, но не на хлеб, а третью трапезу сделать на что-то другое. Обычно мы такими вещами не занимаемся. Обычно мы в шаббас третью трапезу кушаем, конечно, с хлебом, но в такой ситуации в субботу днем просто сесть и перекусить. А я же перекусить ради Всевышнего, ради третьей трапезы, или опять-таки рыба, кусок рыбы, кусок мяса, некоторые фрукты. Так теперь на самом деле, если вам тяжело, опять-таки, если вам тяжело делать, как я вам рассказал, делить трапезу на две части, потом 15 минут ждать, потом бегать, прыгать. Товарищ Ташки, мы уже не в том возрасте. Если вам тяжело, так на самом деле основное простое мнение, не то, что вы на троечку делаете, наоборот, просто утром, после этого быстро шахается, вы одну трапезу кушаете, вверхат амазон, опять-таки надо успеть, по времени все равно надо успеть до 10-30, а потом третью трапезу. Вы днем кушаете что-то другое, не хамецное. Даже если вы пользуетесь, вы пойдете по первому пути, мы пойдем другим путем, вы будете таки даделить, все равно обязательно надо что-то съесть днем, потому что есть мнение, которому придерживаются и Шелхана Руха, и большие, очень компетентные источники, что третью трапезу нельзя так рано кушать. Потому что это, конечно, все хорошо, я вам рассказал, вы заканчиваете третью трапезу к 10-ти часам, но многие говорят, что третью трапезу надо кушать значительно позже. Поэтому все согласны, что, пожалуйста, надо себя заставлять шабе с днем в часик, там, в два, сядьте, это самое, и покушайте что-то не хамецное, просто там рыба, мясо и так далее. Теперь в субботу, если мы закончим более-менее с едой, опять-таки, я просто напоминаю, я уже несколько раз договорил, мацу, настоящую мацу, мы не кушаем всю субботу ни в коем случае. Эгг, мацу, это сладкую мацу, тоже не принято кушать, опять-таки, есть разные мнения, некоторые делают, наоборот, эти субботние трапезы на вот эту сладкую мацу, там больше вопросов, чем ответов. Если у вас есть какие-то свои, как бы, обычаи, пожалуйста, продолжайте делать, как вам сказали, как вас учили, но, чтобы было проще, мы, никакой мацы на шаббас нельзя быть, ни кошер на пейсах, ни сладкой мацы, мы маццой не пользуемся на шаббас. Теперь, можно и нужно в шаббас, конечно, пойти отдохнуть, в рухаше в этом году, это радость всем еврейским хозяйкам, можно выспаться и быть, к сейдеру прийти полной силы, я надеюсь, что вам одного дня хватит выспаться. Единственное, что нельзя, нельзя говорить, что я вот иду спать, чтобы у меня были силы на пейсах, потому что это как бы вы подготавливаетесь с субботы на праздники, есть запрет, нельзя готовить с одного праздничного дня на другой, нельзя с субботы готовить на праздник, если вы молча пошли спать, мы, конечно, понимаем, что вы пошли спать, если вы не говорите замечательно, просто сказать кому-то, я иду спать, или сказать кому-то, ну, иди спать, будешь уставший, это нельзя, Спать, конечно, можно и нужно, но говорить нельзя. И подготавливать то, что вы не можете накрыть стол в субботу, вы не можете накрыть пасхальный стол в субботу, вы не можете никаких приготовлений, даже если эти приготовления никак не связаны с какими-то субботними запретами, никаких приготовлений с субботы на праздник делать нельзя. Единственное, что без рата шем, если даст Бог, мы надеемся, придет мы шеях, тогда будет действительно уникальная ситуация, потому что когда придет мы шеях, это уникальная ситуация, когда пасх выпадает в субботу вечером, в евреи они зарезали вот этого ягненка в субботу, это обычно в храме, в самом храме общие такие жертвоприношения приносили в субботу, но тут каждая еврейская семья брала вот этого маленького ягненка или козленка, и вот в субботу именно его зарезали, там делились, ну там ягненка на маленькую семью, там несколько семей вместе, его таки в субботу зарезали, жарили его в субботу вечером, жарили в субботу вечером, но зарезали его, там кровь его, кропили на мисдэх, на жертвенную кровь, это таки происходило в субботу, потому что мы дожили, чтобы мы увидели, это да, уникальная ситуация, что каждая еврейская семья как бы зарезала ягненка именно в субботу, но все остальные запреты субботними ни в коем случае не достигаются, даже приготовление, простое приготовление субботы на праздник нельзя, если что, поспать можно, просто никому об этом не говорить, почему вы спите. Продолжаем дальше, теперь начинается Пейсах, мы, по-моему, закончили бы не менее суббота, теперь начинается сам Пейс, Пейс начинается, получается, в субботу вечером, надо, как и подождать, чтобы в такие субботы закончилось, если вы можете в синагоге, посмотрите по времени, после, теперь после синагоги, мы начинаем вот этот пасхальный сайд, теперь мы пройдемся немножко в двух словах по пасхальным сайдере, опять-таки все, большинство из вещей, которые вы будете слышать, наверное, вы помните, с прошлого года, но, знаете, хорошо всегда повторить, и к тому же, когда вы, знаете, вы более будете себя уверенно чувствовать. Теперь первый бокал, сайдер, там, на самом деле, 15 частей, слово сайдер, это переводится как порядок, вот это слово вложение, а колбе сайдер, что все в порядке, так сайдер, пасхальный сайдер, это все, вот есть четкий порядок, опять-таки, там, в каждом этапе этого сайда есть глубочайшее объяснение, почему и где, ну, мы по-простому, мы люди простые. Первые, значит, есть 15 частей этого сайдера, принято, мужчине принято одеть вот этот белый, белый китель, вот эта белая праздничная одежда, три основные митцвы сайдера, самые три основные митцвы сайдера, это басса, соответственно, 4 бокала и рассказ о исходе из Египта. Рассказ о исходе из Египта, люди забывают, что да, это основная митцва, то, что в Торе написано, значит, три основные митцвы, басса, 4 бокала и рассказ о бесходе из Египта. Теперь посередине Сейдера, до того, как мы начнем шаг за шагом вступление, посередине Сейдера лежит вот это огромное красивое блюдо, на котором Симони вот эти шесть чашечек. Мы уже начали немножко о нем говорить. Что же там находится? Ну, простые вещи, которые... Это карпас, кусок картошки, который мы макаем в соленую воду. Харойцис, это то, что мы там, где мы макаем, куда мы макать будем хрен и вот этот марор. Это в память о глине. Там есть два вида хрена. Там кладется... Некоторые кладут в одно место хрен, в другое место вот эти салаты. Зачем нам два вида хрена? Потому что мы два раза, на самом деле, будем хрен кушать. Мы один раз хрен кушаем. Марор, не обязательно хрен. Это горькая зелень, скажем так. Горькую зелень, на самом деле, мы кушаем два раза в процессе седра. Один раз мы кушаем горькую зелень, именно этот митцамарор. Сразу после мацима кушаем просто марор, а потом мы делаем бутерброд. Поэтому вот эти два разных вида горьких зелени. Поэтому на блюде там две чашечки, два вида горьких зелени. И потом две символические вещи, которые мы упомянули уже до этого. Это кусок курицы из разной обычай, который играет в булочку. По-моему, самая распространенная обычай на картинках это булочку. Если некоторые берут крылышко, некоторые берут шейку. Курицы и яйцо, которое я вам сказал уже сварить. На самом деле, если честно вам сказать, зачем мы берем и то, и то. Теперь курица, это символически нам напоминает о вот этом ягненке, пасхальном ягненке, который все евреи кушали за пасхальным сейдером. Дай-то Бог. Яйцо это символизирует, еще был один корм, еще было одно жертвоприношение. Была митцва, кроме этого ягненка, принести еще одно жертвоприношение. Потому что ягненка кушали, как на десерт. Ягненок, на самом деле, это вот наш офикаман. Так мы хотим, чтобы основное блюдо во время трапезы, на самом деле, пасхальное, был не пасхальный ягненок, а зарезали еще одно животное. Это по желанию. Это в зависимости от того, сколько там у вас людей на это, сколько у вас семей людей и так далее. Но приносили, было и времена еще одно жертвоприношение. Называлось хагига. Казычное жертвоприношение, которое приносили параллельно с песохом. И оно являлось главным, самым блюдом во время пасхального сейдера. И потом они только кушали пасхального ягненка. То есть вот это яйцо и пулочка. В этом году, между прочим, интересно, что в этом году оно не приносилось, поскольку это не обязательно, а у нас суббота, так интересно, что в субботу оно не приносилось. То есть теоретически, теоретически, нам не надо было бы класть даже яйцо на пасхальный сейдер. Уже это символика, просто надо иметь в виду. Его, конечно, мы, да, кладем, потому что есть разные причины, там, каббалистические объяснения. Конечно, надо его приготовить, это яйцо. Но просто, как интеллигентные люди, чтобы мы знали, что на самом деле, хоть мы его и кладем в память о этой жертве, которая приносилась, в этом году этой жертвы бы не было. То есть в этом году, это просто символика, что как происходит в обычный год, но ее на самом деле бы не было. Это приготовление, это красивое, это блюдо, на самом деле, если у вас нет никакого сего блюда, вы просто положили, вы тоже хороший еврей, не переживайте. Теперь начинается первый бокал. Первый бокал это кидуш, кадеш. Кроме того, что это бокал, значит, в этом бокале есть тройная заповедь. Во-первых, это кидуш, начинается йомтов. Кидуш на йомтов, это митцу. Во-вторых, это первые четырех бокалов, каждый из бокалов он будет нести свою роль, ведь на нем какая-то особенная митца. Первый, это, получается, первый, первый из четырех бокалов, И это Авдола на самом деле. Потому что мы же, это суббота вечера, поэтому надо делать Авдолу. И происходит это знаменитое, на самом деле не так давно было, это в Суккот такое, что тоже мы делали. Мы делаем гибрид Кидуша и Авдола. Поэтому что нам для этого надо? В Авдоле есть еще Брохос. В Авдоле есть Брохо на Авдолу. В Авдоле есть свечка. Теперь нюхать мы ничего не будем. Хотя в обычной Авдоле обычно мы нюхаем благоухо. А тут не надо, потому что наша вот эта дополнительная душа. Почему мы благоухо не нюхаем? Потому что наша дополнительная душа нас покидает. Если она нас не покидает, поскольку... Идем-то в праздник, поэтому никто никого не покидает. Можно не нюхать. Никого бодрить не надо. Но свечка нужна. Как это практически происходит, я вам уже рассказывал. Были времена. Женщина, даже если она зажигает обычно какие-то другие свечи, тут надо зажечь именно вот эти пальчиковые свечи. И просто взять вот эти две свечки, которые женщина зажигла в субботние... Ну, не в субботние. Праздничные свечи. Берете вы в процессе кидыша, их рядышком кладете. Только-только, чтобы пламя коснулось друг друга. Не надо, чтобы там ничего не потекло. Нельзя, чтобы они очень близко. Просто, чтобы пламя коснулось одно другого. В магазинах продаются какие-то особые свечки. Да, это причина. Если у вас оно в магазине, если хотите, купите на здоровье. Но если нет, просто вы берете две свечки. И там, опять-таки, по седуру надо... Там порядок такой. Просто пользуйтесь седуром. Вино. Потом мы делаем кидыш на праздник. Потом браху на свечку. Потом браха на авдолу. И шейхьян. Это вот заключение. Мы говорим браху. Благодарим Бога, что, слава Богу, мы дожили. Браха Шем, год был непростой. Слава Богу, мы дожили. Слава Богу. Мы уже, получается, больше года по телефону слушаем эти уроки. Дай Бог, чтобы шейхьяну, вики, иману, чтобы мы только удостоились, а больше мид сделать. Так это кидыш. Еще раз кидыш. Смесь кидыша и авдола. Свечки мы делаем. Мы берем две свечки. Вот эти просто... С праздничной свечки. Просто коснулись. Чтобы пламя коснулось друг друга. На нее мы говорим браху. Когда это надо будет? Надо не забыть облокотиться. Все четыре бокала мы пьем, облокотившись. Это очень важно. Слово облокотившись, это таки надо на что-то облокотиться. Не съежиться, скомкаться и делать вид, что мы облокотились. Надо просто повернуть стул. Если у вас стул с ручками... Вообще хорошо. На ручку надо облокачиваться. Можете себе подложить подушку. Если у вас простой стул без ручек, просто разверните стул, облокотиться надо на стол. Между прочим, если женщине, не мужчине, женщине очень тяжело облокачиваться, она может не облокачиваться. Если женщина, если там поблажка, если ей очень тяжело, то неудобно. Опять-таки, если женщина может, замечательно, но если женщине тяжело, там есть как бы поблажка, но мужчина точно... То есть мы вот этот бокопьем облокотившись, не переживайте, если вы зальете, разольете, был бы Шуаравин, лет 400 лет назад жил. Там же ж китель. Мужчины надевали китель. Это белый красивый китель. Так он сказал, что я не буду его стирать. Он этот китель, заляпанный китель с вином, он его потом на Рожешону надевал. Чтобы на Рожешону напомнить Всевышнему наши заслуги про Пасхальный Песох. Опять-таки я не думаю, что специально надо это делать. Но не переживайте, если вы ничего не задели, что-то все будет хорошо. Значит, надо облокотившись. Первый бокал мы пьем. Вы должны выпить большинство этого стакана. Я всегда говорю, не рекомендуется брать слишком большой стакан. Стаканчик, в идеале стаканчик, чтобы был чуть-чуть больше, чем 5 унций. Обычно кительные стаканчики, обычно они по 6 унций идут. Стандартные кительные стаканчики. Простые стаканчики, 7 унций, 8 унций. Кительные серебряные стаканчики, обычно там 6 унций, его можно немножко меньше взять. В идеале 5 унций, чтобы он был 5 и 1 десятая. Это в идеале. Если вам тяжело много пить, вы можете немножко меньше взять. Там разные мнения есть. И надо выпить большую часть этого бокала. В идеале надо весь бокал выпить, но лучше выпить хотя бы большую часть этого бокала. Желательно пользоваться вином, или хотя бы подлить немножко вина. Если человеку тяжело, grape juice is fine, можно пользоваться виноградным стаканчиком, если вам тяжело пользоваться вином. Это был первый бокал. Смесь, опять-таки, смесь бокала и, на самом деле, авдола. И мы быстренько пройдемся по сейдеру. Опять-таки, пользуется просто над инструкцией. Во время карпаса, и, кстати, разные обычаи, надо облокачиваться или нет, потому что карпас спорно, или и седьмой обычай не облокачивается во время этой картошки, но во время, опять-таки, во время четырех бокалов и во время мацы, когда мы кушаем мацу, надо облокачиваться, обязательно надо облокачиваться. Некоторые даже, некоторыми стаканами, если вы забыли облокотиться, надо заново это кушать, заново это пить, поэтому не забывайте. Очень важно сам в фильме рассказы об исходе из Египта. Если вы здесь пару минут, опять-таки, у вас целая суббота, сколько можно спать? Почитайте просто о году, ознакомьтесь с книжкой заранее, что когда вы это будете читать, чтобы вам это было нехорошо забытое старое, а что все-таки ознакомиться, напомнить себе, это одна из самых главных частей, на самом деле, пасхального эсэйда вот этот рассказ. Мацу мы кушаем, там, напомните, три мацы, среднюю мы поломали, одна браха идет на первые две мацы, это браха, значит, сначала браха идет на три мацы, и потом вторая браха идет на две мацы, в Агаде там написано. Надо съесть если вы пользуетесь ручной эмоцой, тогда надо съесть вот это митва, надо съесть, желательно съесть где-то там две пятые вот этой мацы, если у вас обычно стандартная маца, там-таки надо большой кусок сравнительно съесть. если кому-то тяжело, зубы и так далее, можно ее прораскошить до этого, надо все-таки съесть приличный кусок этой мацы, и надо его съесть за четыре минуты, желательно, опять-таки надо рассчитать, просто прожевать, мы не разговариваем, потому что вы сказали, браху на мацу, нельзя разговаривать, начиная с этой мацы, потом вы кушаете вот эту горькую зелень, без облокачивания, конечно, и потом вы кушаете бутерброд, так этот бутерброд это все еще митва, поэтому все еще не разговаривают. Значит, вы скушали мацу, скушали горькую зелень, обмокнули горькую зелень в хоройсес, и потом вы кушали бутерброд. Я забыл обратить внимание, у нас есть маца и у нас есть вино. На самом деле, маца все время должна быть на столе. Вот когда вы все эту агаду рассказывали, вы как бы заряжали мацу, маца, она должна быть открыта, она должна быть на столе, должна быть, она должна быть открыта, и когда вы рассказываете об исходе из Египта, она всегда впитывает, как бы это маца, всю святость вашего рассказа. Единственное, что, когда мы какой-то делаем, или мы делаем кидуш, или мы поднимаем бокал вегише омдо, вот это тост мы говорим, так всегда, когда мы поднимаем бокал, мы закрываем мацу, но ее надо открывать все время, потому что очень часто бывает, человек там пропустил какую-то инструкцию, читает, 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 И теперь мы заново возвращаем, а я пропустил, когда-то надо было раньше забрать, сейчас такое бывает, ничего страшного. Общее правило, что маца должна быть на столе, маца должна быть открыта на столе. Единственное, что во время кидуши, когда мы делаем бока, мы ее закрываем, но маца должна себя впитывать в ваш исход из Египта. Значит, мы съели мацу, вы съели горькую зелень, потом шухоной, нельзя кушать любое жареное мясо. Мясо куриц, ничего жареного нельзя кушать, чтобы не подумали, что вы такие серьезно принесли вот этого ягненка, чтобы никто ничего не подумал. Поэтому жареного нельзя, испеченного тоже на самом деле, но я хочу, но и не просто жареного, вареное. Желательно вареное, чтобы все было вареное. После этого афикаман. Афикаман это символ того ягненка, его таки кушали напоследок. Так афикаман это вот этот символ того ягненка, который в конце кушали, там тоже надо, можно не такой большой кусок съесть, но там тоже надо хороший кусок мацы. Хотя бы треть мацы надо скушать, поэтому рассчитывайте свои силы. Когда вы кушаете очень вкусные курицы, курицы и так далее, так и рассчитывайте свои силы, афикаман она таки будет скушать треть мацы, тоже облокотившись. И потом третий бокал, второй бокал это был перед едой, третий бокал это брехат амазон, и в конце агады мы говорим четвертый бокал, после него надо не забыть сказать, там броха охройна, там броха после этого бокала, тоже надо не забыть сказать. Более-менее, опять-таки я очень быстро конечно прошелся по Сейдеру, есть несколько еще моментов, которые важные, надо не забыть. В Песах утром, то есть воскресенье утром, происходит переход по-еврейскому с зимы на лето, то есть в среду утром специальная молитва о России, не в среду я сказала среду, в воскресенье. В воскресенье утром, в синагогах, если будете в синагоге, вы это обратите внимание, если вы не будете в синагоге, я вам обращаю внимание. Мы во время Мусафа, Шахат на Монсе как раз, во время Мусафа мы меняем, это первую, извините, первую вставку, мы меняем с зимнего времени, приходим на летнее время, мы теперь не просим о дождях, мы не просим дождей, мы теперь просим Росу. Мы упоминаем Росу, значит, воскресенье утром, напомню, что во время Мусафа мы уже говорим о России, а не о дожде. Если вы допустили ошибку, надо заново перемаливаться, эта ошибка, если так можно сказать, суровая, поэтому надо заново перемаливаться, потому что в Мусафе, пожалуйста, не допускайте ошибки, все поменяли на летнюю вставку, и, соответственно, в Холомое, там еще вторая же вставка, празднуем, мы это не говорим, но, соответственно, в Холомое, получается, это будет в понедельник вечером, когда уже Марьев, обычно будничный Марьев, надо уже поменять вторую вставку тоже. Мы теперь просим тоже, мы теперь не просим дожди, а мы просто говорим, что дай нам броху. То есть все вставки мы меняем, начиная с воскресенья днем во время Мусафа. Вторая ночь Пейсаха, то есть, получается, воскресенье ночью, мы начинаем с Фироса Оймр. Опять-таки, дай звук, если вы будете в синагоге, если вы будете дома, с Фироса Оймра мы начинаем отсчет по Оймру. На самом деле, Оймр это тоже это приношение, которое приносилось в Пейсах, второй день Пейсаха, и начинается отсчет о Оймра. Может быть, даже я упомяну немножко о нем на следующем уроке. Но надо не забыть пока что, значит, воскресенье вечера начинается с Фироса Оймр. Один день, второй день, ну, как каждый год, смотрите по расписанию, надо, пожалуйста, не забыть. Если вдруг вы забыли ночью посчитать, закон такой, что вы считаете днем без брохи. Если только один день, то вы ночью просто забыли днем, то есть вы спохватились. Вы воскресенье вечером забыли, в понедельник утром вам в синагоге сказали, вы напомнили, вам напомнили. Так в понедельник скажите, сегодня один день без брохи, продолжая будете тогда с брохой. Это митцва. И Авдола, надо не забыть, надо еще одну Авдола сделать. Получается, в понедельник вечером это обычно Йомтовская Авдола. То есть уже без свечки, без благоуханий. Просто, просто Авдол это Агофен и брохан Авдолу. И все, потом Холомой, опять-таки Холомой там тоже есть разные законы, но, опять-таки, это уже будет перебор. Более-менее, я надеюсь, что я ничего серьезного не пропустил. Просто надо настроиться, все будет хорошо, понимаете. Мы вышли, мы все из Египта, и Всевышний всегда помогает. Если человек хочет, всем мы, наверное, это уже знаем, я из прошлого опыта работы. Когда человек настраивается, Всевышний помогает. И даже все мы допускаем, конечно, небольшие ошибки иногда. А даст Бог, тоже так же, как Всевышний вывел евреев из Египта и помог им. То даст Бог, чтобы у нас тоже, потому что все-таки мы еще, может быть, удостоились кушать такие огненка пасхального. Не в память, а такие настоящие пасхального огненка. И чтобы у нас действительно было, как у нас принято, желать. Хак Кошер в СМС, Кошерного и Веселого. Весел. Теперь я включил. Теперь, если у вас есть вопросы, да, теперь можно, все можно. Есть какие-то вопросы, дополнения, исправления. Это сейчас все можно. Доброе утро, я надеюсь, никто не заснул. Если можно, подробнее Авдалу после субботы, которая совпадает с первым бокам. Да, я хочу, пожалуйста. Значит, там надо и Авдалу, и Кедуш. В каком порядке она идет? Первое мы говорим о Гофен. Это всегда горе при Агофе. Потом мы говорим Кедуш. Это специальный праздничный Кедуш. Опять-таки, там просто, смотрите, в Агаде. В обычной Агаде он напечатан, просто иногда он напечатан немножко запутанно. Надо заранее посмотреть. Где там эти Брохасы? Они иногда, я не знаю почему, они иногда на одной странице, на другой странице. Вы должны в конечном итоге сказать пять благословлений. Так я вам сейчас скажу о кейпе. Первое, это Брохана вино. Второе, это сам Кедуш праздничный. Потом свечка. Свечка, как я рассказывал, берете две свечки. Одно пламя другого коснулось. И мы говорим, вот это стандартный Боири Моири Эйш. Опять-таки, вам нужна будет помощь, кто-то вам помог. Так это значит, на свечку. Потом Брохана, саму Авдолу. Амадил Байкори, там она напечатана. Отделение от праздничного к праздничному. И Шириян. То есть у вас должно быть пять благословлений. Посмотрите, в вашей Агаде оно напечатано. Она просто, насколько это редко бывает, она обычно или мелким шрифтом, или на следующей странице. Но эти пять благословлений, оно там есть. Просто надо найти заранее. Насчет сжигания хамецов. Во-первых, вы говорите в 11, до которого часа можно сжигать пятницу. Пятница, пятница, около 11. Там 11, 11.30. На самом-то символически, потому что его можно иметь. Не, ну я понимаю. Не, ну до которого часа они, вот 11. В 11.40. Потому что в Лекваде, по-моему, там 11.48, если я не ошибаюсь. Не, я не понимаю. До 11.48 надо сжечь, да? Да, до. А, ага. Значит, где-то они начинают с 9, с 10 утра сжечь. Да, в Лекваде они раньше начинают. Они с 9 уже начнут. А с 9, ага, до 11.40. Понятно. Теперь, значит, вот эти 10 кусочков хлеба. Значит, мы обычно заворачиваем фольгу и все. Потом я видела, что заворачивали фольгу, потом в кулек, потом в фольгу, потом в фольгу сбрасывали и бросали хлеб в кульке, сжигали. Что вы рекомендуете? Как это все делать? Как вам легче, что вы... Не, не, не. Скажите, как вы делаете, что вы... Их просто прикрыто, потому что просто крошек не было. Это просто практически. Нет, ну... Я не думаю, что надо и фольгу, и кулек, и еще раз в фольгу. Помните, была такая шутка, что вы там два талончика купили, а потом еще и проездной на всяких местах? Нет, ну еще раз, нет. Но я видела просто обычную фольгу и все. Потом я смотрю, они... Потому что фольгу, чтобы не сжигать, она тяжело, как маленькие кулички легче, бросали это вот перед раньше. Это много куличек. Зачем вам и то, и то. Нет, вы думаете, это куличек видно просто, а фольгу не видно этого. Вот что я имею в виду. Ну, потому что там не важно, чтобы не видно, чтобы оно сгорело хорошо. Так вы думаете, только кулички это достаточно, да? Можно кулички? Без фольги, да? Да. Не бросать просто вместе с куличком, бросать, сжигать, да? Вместе кинуть. Да, теперь, например, еще останется немножко хлеба. Можно тоже добавить отдельно, там... Да-да-да, сжигать надо все, сжигать не только детскую скульту. Там же люди с коробками приходят, вы же знаете. Ну, понятно, то есть можно еще какой-то хлеб. Единственное, что вы оставили, вы сожгли, там, все, что вы сожгли, что вы оставили себе на субботу. Не, ну, это понятно, это понятно. Может, еще после этого останется, это уже покрошить туалет. Ага, уже после этого, то, что на субботу... Может, вы там не доели что-то в субботу. Но это уже в субботу покрошить туалет. Ага, ну, понятно. А так, ну, понятно, можно там печенье, все там... Хорошо. Теперь, я могу вам позвонить сразу после урока на одну минуту? Хорошо, понятно. Хорошо, спасибо. Окей. Так что, Гидьон, всем всего, чтобы всех было. Если какие-то другие вопросы, некоторые знают, мой телефон, может, мне звоните. Если вы не знаете мой телефон, так еще лучше. Так что, хакоша в СМР. И... Хорошо, спасибо. Спасибо. Вычеркнем, вычеркнем ваш телефон. Да, да, да. Спасибо. И никому не скажем нет. Вот, на следующий понедельник нет урока. Потому что понедельник, это не объем, поэтому понедельник урока. Мы делаем, делаем каникулы. Байташка. Да. Алло, вы меня слышите? Я вас слышу, слышу. Прием, прием. Обижайте, обижайте Лейквуд, как будто он тут... В Лейквуде живет больше ста тысяч автодоксальных евреев. И у нас есть Вестгейт. Пожалуй, самый большой девелопмент, может быть, в мире, где проживают две с половиной тысячи молодых семей. Это 15 тысяч религиозных евреев. Это один девелопмент, как микрорайон. Ну, хорошо, это городского типа. Короче, городского типа. Там разные типы живут, там разные типы. О, вы знаете, я забыл запись выключить. Давайте сейчас запись выключим, а потом мы с вами обсудим Лейквудские новости. Подождите. Спасибо. Спасибо.